Якутия оскорбит по шахтерам, которых не удалось спасти после аварии на руднике Мир. Сегодня в регионе день траура. Мирная и вся республика прощаются с Алексеем Власенко, Дмитрием Жуковым, Виталием Куликовым, Дмитрием Мариным, Глебом Миронцевым, Валентином Мисником, Михаилом Неустроевым и Игорем Степановым. В мирном траурном молебен и церемония прощания с шахтерами проходила у здания администрации рудника Мир. Проститься с коллегами приходят работники Алроса и жители города. Мария Урцева побывала на месте. Ей слово. Сегодня целый день у закладочного камня, установленного в честь открытия рудника Мир, проходит прощание с горняками, которых не удалось спасти. Люди с самого утра приезжают сюда и оставляют цветы и свечи у основания камня. Неподалеку траурная стена с фотографиями шахтеров. Здесь же цветы и свечи, стихи мирнинцев. В 14 часов здесь прошел прощальный молебен. На нем присутствовали сотни мирнинцев. Вот если попытаться просмотреть, какое основное прошение, какая основная идея проходила через те наши молитвословия, которые мы сегодня возносили, то их можно выразить несколькими словами. «Покой, Господи, души усопших рабов Твоих! Прости им всякое согрешение, будь то вольное или невольное, и даруй ему Царство Свое Небесное!» Христиане верят, что со смертью человеческого тела, собственно, человеческая жизнь не прекращается. И со смертью Христа и Его воскресением смерть для христианина перестала быть стенкой, а стала дверью, через которую человек переходит из этой временной жизни в жизнь вечную. А вечность он там находится. Он также себя ощущает, он также себя самоосознаёт. И душа такого человека, несомненно, чувствует молитвы, которые мы за них возносим, и, несомненно, благодарны за эти молитвы. И хотя сейчас церемония уже закончилась, люди продолжают приезжать к своеобразному памятнику и возлагать цветы и свечи к постаменту. Трагедия в Алмазной столице не оставила равнодушными тысячи людей. В столице республики Якутске горожане весь день возлагают цветы к траурной стене у здания Алроса. В Айхале местом прощания с мирненскими шахтёрами стал храм Рождества Христова. Там установили фотографии шахтёров. Скорбят и линчане. Цветы и свечи жители города несут к управлению Алмаз-Дур-Транс. Как личную трагедию, аварию на мире восприняли в Нерюнгре. В угольной столице Якутии нет ни одной семьи, где нет горняков. Память мирненских шахтёров почтили у памятника святой великомученице Варвары, где и прошла траурная панихида. Мы с особой скорбью сопереживаем эту трагедию, сопереживаем боль утраты жизни наших коллег, выражаем соболезнования, скорбим вместе с родными и близкими погибших горняков. Слова сочувствия и поддержки в адрес родных и близких шахтёров поступают в эти дни со всей страны. Свои соболезнования уже выразили глава Якутии Егор Борисов, архипископ Якутский Ленский Роман, главы муниципальных образований Якутии и россияне из разных регионов. Историю Алроса авария на руднике «Мир» разделила на до и после. Об этом сказал президент компании Сергей Иванов. Он выразил соболезнования родным и близким горняков, а также отметил, «Так как было раньше, уже не будет никогда. Мы должны кардинально переосмыслить всё, что касается вопросов безопасности и всё, что привело к трагедии на руднике «Мир». Чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Нам предстоит очень большая работа, без права на ошибку. Эта трагедия должна не только послужить горьким уроком на будущее, она должна объединить и сплотить нас, сделав сильнее». Напомним, 4 августа на руднике «Мир» произошёл прорыв воды. Она хлынула из карьера в шахту. В шахте на тот момент находился 151 человек. 143 удалось поднять на поверхность. 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена. Продолжать работы было опасно для спасателей. Операция продолжалась 23 дня.